Ежегодно главы исполнительной власти в муниципалитетах отчитываются перед местными собраниями депутатов об итогах своей работы. На эти мероприятия обычно приглашаются руководители предприятий, главы различных ведомств, представители общественности. В этом году, с учетом непростой эпидемической ситуации, главы районов изменили механизм этой процедуры. Так, руководитель Калязинского района Константин Ильин отчитался об итогах работы за 2019 год, но перед значительно меньшей аудиторией. Остальным заинтересованным лицам доклад был направлен в письменном виде. Тему продолжит наш корреспондент. Дороги благоустройства, культура и социальная сфера стали приоритетными направлениями работы администрации Калязинского района в минувшем году, отметил Константин Ильин, выступая с ежегодным отчетом перед собранием депутатов района. По его словам, в целом, результаты экономической и хозяйственной деятельности администрации в прошедшем году можно признать положительными. В частности, в Калязинском районе реализованы проекты, которые являются частью долгосрочной перспективы развития территории. Благополучно завершенный отопительный сезон. В этом году он прошел без серьезных аварий на тепловых сетях. В ближайших планах ремонт дорог за счет поддержки из областного бюджета. Обо всем этом глава района рассказал собравшимся. Второй год у нас реализуются масштабные дорожные проекты в рамках туристического власти Тверской области Голосовской моря. Третий год заявились на участие в сирийском конкурсе лучших проектов от благоустройства. В докладе было также рассказано про реализацию важных инвестиционных проектов. В прошлом году в районе были проложены новые внутрипоселковые газовые сети в деревнях Нерр, Ярославище и Паречье. С наступлением теплого времени года в Калязине продолжается ремонт дорог, дворовых территорий и строительство жилья. По жилью, кратко скажу, у нас введено 21 766 квадратных метров жилья. Это очень хороший показатель. Вот за последние 15 лет это второй показатель. Лучше только был 2009 год, когда мы ввели 24 500 квадратных метров жилья. Однако наряду с успехами глава района Константин Ильин обозначил и нерешенные в прошлом году вопросы, которые не будут сняты с повестки дня. Это вопросы, связанные с повышением качества водопроводной воды, и необходимости модернизации инженерных сетей, о строительстве вокзала, выделении финансирования на реставрацию колокольни Николаевского собора. В завершении отчетного доклада Константин Ильин отметил, что Калязинский район в целом сохраняет динамику развития и по итогам областного мониторинга находится в лидерах среди аналогичных муниципалитетов региона по эффективности работы органов местного самоуправления. Эту высокую планку они намерены удерживать и в дальнейшем.